Ежегодно в исправительных учреждениях региона сотни осужденных получают профессию. Если по закону школьным образованием спецконтингент нужно обеспечить обязательно, то специальность по желанию. В седьмой женской исправительной колонии желание учиться есть у многих. В этом году выпускников с корочками о среднем профессиональном или профподготовке больше 170. Осужденные обучаются таким профессиям, которые востребованы производственным сектором уголовно-исполнительной системы, также которые пригодятся им после освобождения. Это такие профессии, как швея, оператор швейного оборудования, маляр, столер, станочник, сварщик, повар и различные рабочие профессии. Самые востребованные профессии у женщин – швея или повар. Курс состоит из теоретических и практических занятий. Светлана решила, после освобождения хочет работать поваром. Сейчас женщина получила третий разряд. За несколько месяцев обучения она отточила навыки в приготовлении различных блюд и узнала все необходимые для этой профессии нормы и стандарты. Пока Светлана отбывает наказание, она трудоустроена на кухне. Я люблю готовить. И вообще мне эта тема повар, она очень близка, потому что я раньше работала технологом хлебопекарного производства. И знаете, даже чтобы хлеб получился хороший, надо вложить душу. Также и в поваровском искусстве есть всякие нюансы, есть секреты. И обязательно душа с любовью всегда получится очень вкусно, даже из простых продуктов. Полученное образование этим женщинам пригодится и на свободе. Ни в одном документе не будет указано, что обучение проходило в местах не столь отдаленных. А значит, и будущий работодатель предвзято относиться не станет. Сюда пишут освободившиеся осужденные о том, что они очень удачно устроились после освобождения в столовых, кафе и даже в ресторанах. Поэтому это очень приятно и лестно, что все-таки наш труд не пропал даром. И то, для чего профобучение в колониях предназначено, для того, чтобы осужденные смогли потом после освобождения найти свое место. У Инны высшее экономическое образование. Сейчас женщина осваивает профессию швеи. Рассказывает, никогда не думала, что работа руками может ее заинтересовать. После освобождения, а оно наступит только через 8 лет, когда Инна станет уже пенсионеркой, она планирует открыть свое дело. Это интересно, когда видишь уже готовую продукцию. Я знаю от начала до конца, как начать, как закончить. Но мне это стало интересно. Жалко, конечно, что это стало интересно уже в возрасте, уже в старости, скажем так. Это кропотливая работа и желание, чтобы сделать правильно, а не то, что так. А, и так сойдет. Учебный год в зоне ничем не отличается от обычного и длится с сентября по июнь. Экзамены уже сданы, женщины уходят на летние каникулы. Вот только с торжественным выпускным придется подождать. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.